Спрашивают иногда, ну вот, кто же у нас главный учитель служения? Кришна или кто? Или Шримати Радхарани? Кто главный у нас служитель, а кто у нас главный слуга? В действительности духовный учитель, он представляет и Кришну, ой, и Балараму, и Шримати Радхарани. По татве, по татве, и Шримати Радхарани, и Господь Баларама учит одному и тому же, чему они служат. Учит? Служению. То есть, как нелицемерно служить Кришне? Это вот одно и то же. Просто расы разные. То есть, Шримати Радхарани, она проявляет служение в Мадхурья Радхарани. Это самое высшее проявление служения. Тогда как Господь Баларама проявляет это, главное, чему Он хочет нас научить. Господь Баларама, главное, чему Он хочет нас научить. Научить нас тому, что мы слуги. То есть, перед тем, как импровизировать на фортепиано, сначала надо выучить ноты. Поэтому Господь Баларама, Его представитель, истинный духовный учитель в Парампоре, Гауди Вайшнау, первое, чему Он хочет нас научить. Поймите, что вы слуги, вы не боги. И это важно. Хотя, конечно же, в нашей Парампоре, которой мы принадлежим, течет настроение Госпочитания, вот это вот Бриндаванское настроение. Уч Валарасу. Он рассказывает, что высшее поклонение Кришне, это поклонение, которое оказывают гопи Бриндавана Кришне. Цель жизни – это према. То есть, все это есть. Все это нам дается. Все это вот то, куда нас зовут. Но при этом, обратите внимание, что духовный учитель, понимая наше положение, он понимает также, как нас из этого пингвинячьего состояния поместить к стопам Радхи и Кришны. Поэтому, хотя цель именно в этом, служение Гопи, Радхи и Кришне, это то, к чему нас ведут. Но к этому подводят, к этому нужно правильно подвести. И для этого надо объяснить, что мы слуги, а мы не боги. Как помните, в словаре было, да? В букваре, вернее. Рабы не мы, мы не рабы. Вот, в нашем словаре мы слуги, мы не боги. Это первое, что мы должны усвоить.